Всем привет! Наконец-то мы решили выйти в эфир. Долго нас не было, потому что болели долго и упорно. И почти все-таки наконец-то уже поправились. Я уже затопил печку в мастерской, но пока еще здесь дубочина. Минус 6 градусов, только еще растопил. Сейчас два дня буду выводить ее на режим. И уже наконец-то начну продолжать обустраивать все, что здесь у меня было недоделано до Нового года. Ну а пока сегодня расскажу, потому что очень многие интересовались вообще, чем мы заболели, как умудрились и как все протекало. Так что коротенько расскажу, почему вообще все это так долго. Болели мы всем известной болезнью, которой сейчас все болеют. К сожалению, есть люди, которые, понятно, они отрицают, что существует такая болезнь. Ну я ничем помочь не могу. В принципе, для меня тоже не особо важно, как она называется. Просто вирус гриппа или какой-то еще там другой вирус. Факт того, что мы заболели ей ввиду того, что Юлина мама, ей необходимо было полежать в больнице с отитом ушным. Ну в Москве. И с ней рядом лежала долго бабушка, у которой подтвердился коронавирус. У нее была огромная температура, но там как-то так получилось, что они все вместе были изначально, пациенты. Там не сортировали у кого коронавирус, у кого нет. И в итоге она заболела, заразилась там в Москве и привезла уже нам это все сюда. Непосредственно болезни было фактически 11 дней. То есть 11 дней была температура. У меня была 39,5 температура. Блин, все 11 дней. Это никакой, конечно, вирус гриппа так не происходит. Я болел гриппом и не один раз. Максимум 4 дня у меня, 5 температура. И если вдруг там бывали и осложнения, то чуть-чуть побольше. Но стоит выпить антибиотик и все проходит. Здесь же просто 11 дней температура постоянно. Если собьешь ее, потому что я сбивал только температуру, которая выше 39 была, но она все равно потом поднималась. И, конечно, довольно неприятно, потому что никаких других симптомов нет, кроме вот чувства слабости и усталости именно от большой температуры. Ни соплей, ничего. Ну, плюс на третий день полностью исчезло и вкус, и обоняние. У Юли то же самое. У нее температура была 38,5-38,7. Вот такая вот. Чуть-чуть меньше, чем у меня. Но это абсолютно разница уже там незаметна. Потом уже где-то день на 8, на 9 появился и кашель нормальный. И, в принципе, из-за того, что так долго это все не проходило, мы решили проконсультироваться с врачом, померить там сатурацию и все прочее. Нужно там что делать или нет. Пришлось ехать в Оржев. Сами на своей машине поехали, потому что на скорой трястись, честно говоря, вообще никакого желания не было вдвоем. У обоих нашли пневмонию вот эту коронавирусную. Там не в смертельных объемах и в разных частях легких, но у обоих у нас по 16% было поражение. Я не знаю, как они это считают. Понятное дело, что это все приблизительное. Где-то у меня больше. Ну, в целом оно все симметрично. По легким было пополам делилось. Но и потом буквально резко температура начала спадать, потому что, видимо, организм подобрал наконец уже эти все ключи. И антитела наконец начали делать свою работу. Оно и резко все закончилось. Резко перестала подниматься температура. И начал возвращаться вкус и обоняние. Ой, вкус, да, и обоняние. Ну, это у меня. У меня, можно сказать, что просто все прошло без каких-либо происшествий, кроме вот этой вот огромной температуры, которая держалась только много дней. И, в принципе, больше ничего никак на меня не повлияло. У Юли немножко сложнее ситуация обстояла, потому что у нее еще добавилось потом чувство тошноты, из-за которой она не спала 5 дней. Вообще 5 дней было не уснуть, потому что жутко все время тошнило безостановочно. Ну, видимо, как-то бывает у каждого по-разному, на всякие разные рецепторы действует этот вирус. И поэтому вот это чувство тошноты, оно не давало ей заснуть 5 дней. И, в общем, на фоне вот этого вот отсутствия бесконечного сна и постоянной тошноты в течение дня, вечера, ночи, то есть постоянно это все было, почти перед самым Новым годом случилась у Юли большая такая паническая атака. Ну, почти полтора часа она первая была, и на самом деле я не могу описать, что это такое, что скрывается за этим безобидным, на первый взгляд, своего сочетания, потому что те, кто это не испытывал, он никогда не поймет, что это такое. А тот, кто испытывал, он вообще не нуждается в каких-либо описаниях, что это за процесс и как это вообще тяжело. И, естественно, что после такого пережитого на следующий день она опять случилась, уже не такая сильная, мы смогли это все побороть, но тоже очень долго. И в итоге первого числа каким-то чудом мы нашли доктора, который назначил нам лечение. Я не буду говорить, потому что, чтобы не компрометировать его, ну, а прекрасный человек, отлично он вошел в положение, все выслушал. Это, причем, было первое число, прописал все, что надо, и мы поехали, соответственно, нашли круглосуточную аптеку, все там купили, и все это помогло. Юля, наконец, спит уже три дня подряд, ничего не повторяется, все нормализуется и приходит уже в норму. Так что всякие разные бывают симптомы, но скажу тем, что кто, если вдруг столкнется с такими же симптомами, как у Юли, потому что бывает всякое, бывает, потому что главное говорить, главное войти в положение и никогда не бросать, потому что семья это самое главное, это единственное, что может помочь вообще справиться с любой проблемой. Ну, как всегда, была и положительная сторона всего этого вопроса, аппетита не было никакого вообще 11 дней, я не знаю, мы съели, наверное, суточную норму максимум за это время, Юля похудела на 8 килограмм, я тоже, наверное, килограмм 5 сбросил, и в связи с этим немножко, ну, вид был такой не очень, так скажем, человеческий, и поэтому когда мы, это сейчас я постригся там уже, поэтому когда мы пришли в аптеку за тем, что нам врач прописал, ну, не очень было, конечно, впечатление, нас обозвали там наркоманами и все прочее, ну, ладно, бывает, конечно, чего может всякое случиться, но главное, что сейчас все в порядке, все приходит в норму и все выздоравливаем, так что все будет хорошо, ничего не бойтесь, единственное, что мы, естественно, изначально решили, что будем лечиться дома, потому что дома существенно все это легче, чтобы и не подхватить никакие другие болезни, то есть и все, эта политика оказывалась правильной, мы дома все прекрасно сами вылечили. А точнее, в чем заключалось лечение? Оно заключалось ни в чем, потому что от вирусных инфекций никакого лечения не бывает вообще, лечение бывает только от бактериальных и других, которые можно физически уничтожить. Вирус на текущий момент, он ничем не лечится, поэтому мы просто ждали, много пили, старались как можно меньше двигаться, естественно, да, работать уже в тот момент вообще никак было невозможно, потому что температура, она все-таки и вызывает обезвоживание, не очень приятно, так что никак мы не лечились и сразу предвкушая все другие вопросы, будем мы что-то делать впоследствии, там, через полгода или через год, ничего мы делать не будем. Мы, все, у нас уже, получается, появились свои антитела, их, они в достаточном количестве. Да, ну плюс еще, да, мы сдавали тест, у нас этот тест подтвердил, причем у всех, у всех подтвердил, потому что и сдавали Юли на родители, все, у всех брали этот анализ, и у всех подтвердился этот коронавирус. Кстати, еще хочу сказать, что если вдруг под этим видео появятся какие-то ссылки на, про коронавирус, это не я, то есть любой Ютуб теперь, любое упоминание, он, видимо, автоматически как-то распознает речь и добавляет все эти описания. Я сам никогда туда не заходил, поэтому, ну, если кому интересно, вы заходите, но я точно ничего не добавлял, но оно может само добавиться. Так что на этом, пожалуй, все, будем уже долечиваться, будем входить потихоньку в рабочее русло, ничего не бойтесь, если кто заболел, все, в основном у всех все протекает спокойно, главное не нервничать и побольше отдыхать в этот момент. Так что всем пока-пока и всех с наступившим Новым Годом. Надеюсь, что он больше такого у нас уже не повторится, и, наконец, это все придет в норму, и в этом году все будет у всех в порядке. Так что всем пока-пока.